здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я показывал как изготавливать лапки у нимфы хочу предложить связать вам наподобие вот такого вот жучка но лапки мы будем изготавливать уже с помощью пера и нашего лака давайте приступим в начале я подготовил вот такой кусочек пенки форму выберите для себя сами и сверху капелькой лака или клея я приклеил перо с гривки охотничьего фазана пока это будет все подсыхать нам необходимо с вами подготовить крючок и приблизительно вот такое вот перышко чтобы мы с него потом изготавливали лапки давайте приступим я закрепил крючок вот такой как вам видно это серия которая я озвучивал в конце фильма о крючках довольно таки удачная покрыта специальным покрытием для морской рыбалки и в то же время достаточно удобная для вязания разных жучков нить я беру белую 60 приклеилась наше крылышко мы его подрезали и я подхватил вот так клеем 4 бородки пера павлина выберем приблизительно длину нашего тела которое должно быть и вот такими не сильными прижимающими витками сперва только лишь обозначим место крепления перепроверимся жучок наш как ни странно и довольно таки прямоугольные крылья у него такие же поэтому сильно ударяться какие у нас будут формы нашего жука мы не будем потому что в основном я буду показывать как изготавливаются лапки более медленно поэтому форму тела вы можете для себя выбрать любую возьмем промажем клеем и теперь уже не очень сильно но качественно стараясь не разрезать нашу пенку закрепим и дадим подсохнуть хорошо нашей пенки клей наш подхватился и теперь нам необходимо с вами изготовить грудку грудку я буду изготавливать ее можно изготавливать из любого даббинга но учитывая то что у меня недостаточное количество привлекающих элементов я буду использовать вот такой даббинг промажем немножко нашу нить клеем и совсем немножко буквально пару миллиметров создадим место закроем крепления наших крылышек и место крепления как раз нашей нитки вот так будет достаточно я подготовил заранее и вам показал парочку перышек с одной стороны и 5 парочка перышек павлина с другой стороны теперь мы с вами для более качественного крепления пера слегка вот так в конце их перекручиваем и пускаем вдоль тела следим за тем чтобы наше перо никуда не ушло и здесь подхватим потом необходимо нам будет место где у нас проходит перо промазать лаком закрепили с вами перышки и не отрезаем их теперь нам необходимо для того чтобы в дальнейшем изготовить лапки закрепить вот такое перо какое вы выберете это уже на ваше усмотрение как вам будет друзья удобно то есть вы должны потом его пролачить и из него мы будем изготавливать лапки то есть с каким пером вам легче работать будь то куропатка перепелка или же допустим курица какая-либо другая выберите для себя сами хорошо проматываем добавим на место крепления капельку лака чтобы наше перо никуда не убежала в дальнейшем и теперь оставшееся место где наша грудка не доходим примерно до колечка пару миллиметров опять добавляем наш даббинг если у вас есть другой или можете изготовить вот допустим как у меня остались перья закрепленные право закрепить еще дополнительно и промотать еще перо изготавливаем теперь хорошую нашу грудочку мы изготовили грудку и остаток перышка из которого мы с вами изготавливали крыло я утконосиками подогнул вот так кость и теперь я его закреплю колечко это у нас будет чехольчик на грудь нанесу буквально поменяли нить на более тонкую и соответствующего цвета нанесем у колечко капельку клея или лака что у вас будет в наличии и эти и вот в таком положении чтобы можно было потом перевернуть и накрыть крепим наше перо немножечко вот так подхватили его посмотрели насколько у нас ровненько если надо подправим и уже окончательно закрепим нашу ось подождем пока она подхватится здесь также можно сейчас чтобы потом не возвращаться закрепить усы усы я как всегда использую перо охотничьего фазана отрываю пару бородочек и пока наше крылышко будет клеится по обе стороны завожу вот так перо и подхватываю один оборот больше не надо и под действием катушки оставляю в таком положении посмотрю их величину меня она вполне устраивает длина немножко подровняем наклонить мы сможем с вами их потом в любом направлении и промотаем здесь изготавливать чехлик можете как угодно для нас сейчас самый основной момент это изготовление лапок так чтобы вы увидели я беру перо должно быть достаточно мягким но и в то же время крепким чтобы можно было работать с лаком и не оборвать поэтому я уже пробовал перепелка куропатка у нас не совсем годится потому что у нее само по себе перышко слабая поэтому если у вас есть возможность подберите себе перо из более крепкого подёрайте бородки как они у вас подойдут значит так и изготовить и нет привяжите резиновые ножки и здесь аккуратно разделив перо так чтобы у нас было слева и справа приблизительно одинаковое количество наших бородок крепим уже окончательно наше перо пока ничего не подтягиваем нанесем буквально капельку клея на место крепления перо и коротко вот я показываю буквально капельку клея промотаем ниткой и уже коротко обрежем остатки нашего перо следим за тем чтобы мы бородки вот так не затаскивали лучше отвести их вперед назад так как нам каждая оборотка будет нужна подождем немножко пока прихватится клей и остатки отрежем удалили с вами остатки пера клей наш подсох и теперь я посмотрите на свое усмотрение я допустим оставил одну бородку пера которым буду я делить наши перья теперь нам необходимо с вами используя даббинговую иглу приблизительно с одной с другой стороны поделить на три равные части так как у нас будет 6 лапок вот как вы видите передняя часть у меня уже достаточно хорошо сама поделилась разравниваем аккуратненько перо разбили с одной стороны удерживаем рукой то необходимое количество пера которое нам нужно для изготовления ножек помогаем себе рукой даббинговой иглой и теперь я беру наше перо и начинаю проматывать наши лапки еще раз вот у меня я отделил заднюю часть лапок от средней точно так же теперь мы берем поделили среднюю часть сколько нам необходимо и нашим перышком продолжаем дальше обматывать можно использовать и нитку но я почему пером потому что перо достаточно хорошо разделяет наши бородки и создает как бы или иллюзию сегментации нашего тела дошли до колечка и у колечка мы теперь с вами оставшиеся перышки которые у меня есть аккуратненько складываем и возле колечка я выполню буквально один два оборота сколько у меня получится моим пером это уже будет у нас окончательно здесь мы закрепим наше перо и можем выполнить завершающий узел удалили нитку и теперь у нас вышла с вами вот такая конструкция которая приблизительно напоминает форму шести лапок я беру вот такой лак это не реклама вы можете использовать любые материалы которые вам под руками я пользуюсь этим лаком это лак клей глубокого проникновения достаточно жидкий и хорошо работает беру теперь аккуратно так чтобы не не зацепить соответствующие соседние ножки и промазываю каждую в отдельности тройку которую я обозначил лапок буквально руками касаясь пера с одной и с другой стороны хорошо хорошо промазываю лаком лак сам по себе достаточно эластичный и в то же время хорошо держит материалы выступает как клей поэтому я его использую в основном если вот как у меня здесь недостаточно сошлись ножки можно дополнительно добавить вот так у нас должна с вами выйти вот такая конструкция мы даем теперь возможность подсохнуть нашему лаку чтобы он приклеил наши бородки и беру пинцет с плоскими губками пока еще лак наш имеет будем говорить определенную вязкость я подготавливаю пинцетом вот так форму придаю подтянул поджал и даем немножечко ему подсохнуть как только наш лак начнет уже более схватывать материалы можно будет нам теперь с вами брать и обозначивать переднюю или заднюю часть вот так вот лапок постоянно протираем пинцет чтобы на нем не оставалось у нас следов лака подогнули оставили в таком положении нашу лапку одну вторую выберите для себя угол направление это уже не столь существенно как видите вот они становятся в такое нам необходимое положение стараемся соблюдать симметрию с одной и с другой стороны так как когда мы накроем уже нашим чехолчиком поправить уже будет нечего как вы видите лапки у нас уже остаются в таком положении но для того чтобы нам было в дальнейшем еще лучше работать я обычно всегда беру и еще уже на подогнутые вот так лапки добавляю совсем на коленка немножко вот уже лак наш не берется мы можем спокойно подгибать наши лапки так как нам необходимо используя пинцет величину длину это я уже в данный момент я не буду корректировать говорить что то длиннее должно быть что то короче я показываю сам процесс как изготовить лапки из подручных материалов это в том случае если вы хотите достичь большей реалистичности вот у нас вышла такая уже конструкция теперь мы нанесем с вами капельку лака на каждая коленка и дадим возможность нашему лаку хорошо уже просохнуть наш лак немножко подсох теперь мы можем с вами подходить ко второму этапу я учитывая то что делаю демонстрационный фильм изначально не изготавливал здесь чехликов и допустим не делал покрывное крыло так как допустим я его планировал чтобы вам было больше видно тех деталей которые здесь сосредоточены поэтому я остаток пера вынес вперед теперь нам необходимо с вами будут перевернуть вот так нашу часть перышко чтобы она доходила до крылышко и его приклеить следим за тем чтобы наши усы и лапки и все остальное оставалось на своих местах я приклеил чехольчик и нанес немножко лак на сам чехольчик и на то крылышко которое мы приклеивали раньше не забыл также капнуть пару капель лака на перо которое мы с вами крепили по бокам не знаю насколько она будет ловить рыбу думаю будет ловить рыбу лапки я немножко подрезал я самую главную цель которую преследовал я вам показал как изготавливать лапки из того что у вас есть под руками при желании теперь самое главное подождать пока подсохнет наш лак и как вы видите уже наши лапки как бы мы их не гнули куда бы мы их не гнули рыба будет их также в поклевке рыбу не отпугивает это уже проверено то есть это самый по моим понятиям идеальный вариант кроме подходящих резинок для изготовления лапок искусственных приманок благодарю вас за внимание до скорых встреч